Тут Иоанн представляет нам свой особый взгляд. Тут есть фразы, которые он использует неоднократно. Справедливо будет заметить, что он боялся евреев. Здесь представлены разные причины и разные реакции, но Евангелие от Иоанна отличает то, что он периодически выдает какие-то реакции, указывающие на его страх перед евреями. Речь не обо всем населении, а о лидерах страны, о тех, кто решал, что является политкорректным, что можно говорить на площадях, а что нет. Давайте почитаем, а потом обсудим. Начнем с девятой главы. Здесь мы встречаем человека, который родился слепым. Надеюсь, большинство из вас знают историю этого чуда. Тот человек ни о чем не просил у Иисуса. На самом деле это были ученики, которые привлекли к нему внимание Иисуса теологическим вопросом, но сам человек их мало волновал. Иисус по своей милости остановился, смешал землю со слюной, нанес это на лицо человека и послал его умыться в купальню Силам. Силам находится у подножия холма, в самом начале города, то есть человеку предстоял неблизкий путь. Умыться можно было и ближе, но Иисус послал его именно туда, так будто бы он издевался над ним. Но слепой не стал возмущаться, он не стал говорить, какой Иисус плохой. В Библии сказано, что он просто пошел, умылся, и потом ушел домой зрячим человеком. Тут можно порадоваться, ведь он пришел домой зрячим, не так ли? Весь город встрепенулся, и это дошло до бидеров. Они не хотели, чтобы ходили слухи о том, что Иисус творит чудеса, поэтому вызвали этого человека к себе, чтобы подкорректировать его историю. То, что мы сейчас видим, не новое, совсем не новое. Вопрос лишь в том, что мы будем делать и кем мы будем. Иоанна 9, 18. Это обратная сторона данной истории. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. Они просто не желали принимать его личные свидетельства. Не важно, сколько очевидцев могли подтвердить эту историю, они не собирались в нее верить. Они не хотели это принимать, потому что им это не подходило. 19 стих, и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?» Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видят, не знаем. Или кто отверз ему очи?» «Мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам и себе скажут, а вот это поддержка». Правда? Мы ожидали совсем другого. Не так ли? Их сын, который никогда... Не видел? Сейчас смотрят на них. Может, они чуточку рады, хоть немножко. Может, они хотят поблагодарить человека, который исцелил их сына. Может, они хотят угостить его ужином и отпраздноваться вместе с ним. Надо же, наш сын видит. Это так замечательно. Ура! Но нет. Да, это наш сын. Вчера он ничего не видел, а сегодня... Оказывается, видит. Лучше спросить его об этом. Это настолько неправильно. Посмотрите на следующее предложение. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи уже сговорились, чтобы, кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Если читатель вдруг не понял, то далее Иоанн объясняет. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах. Самого спросите. Они не хотели лишаться своего места в синагоге. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь я вас вижу». Его не волновало, что они ему сделают. Он не собирался гнуть линию партии. Я называю это синдромом загородного клуба, когда вы слишком уж заинтересованы в привилегиях для членов клуба. Я читаю много церковной литературы и стараюсь быть в курсе того, что происходит в церковном мире. У нас есть много терминов, которыми мы оправдываем свое молчание. Мы называем себя агентами под прикрытием, строителями мостов. Мы говорим, что если мы не будем вмешиваться, то у нас будет больше времени на добрые дела, поэтому мы скручиваем звук и не так много говорим о том, во что мы верим. Мы якобы хотим завоевать сердца и умы людей. Чем обманом? Мне от этого как-то неловко. Слепой человек в этой истории не имел ресурсов, не имел поддержки от окружающих, но он умудрился встряхнуть весь Иерусалим. Благодаря тому, что у него была смелость, чтобы рассказать свою историю о Боге, весь город взглянул на Иисуса по-новому. Давили не только на его родителей, на него давили еще больше. Просто скажи то, что нужно, и перестань рассказывать свои истории. Приоритеты родителей явно сместились. Их сын, который официально был слепым, теперь видит. Их реакцией должна была быть благодарность, радость. Нам нужно следить за своим сердцем. Чье одобрение для вас важнее? Были бы вы счастливы, если бы вас и ваших близких приняли в какой-то особый круг, но только чтобы вы молчали. То, что мы переживаем в наши дни, совсем не ново. В подобной культуре поведения нет ничего нового. «Она стара, как вся цивилизация». Иоанна 12 глава. Это уже другой контекст и другая история. 37 стих. «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него?» Да сбудется слово Исаия пророка. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Это не совсем ясно, потому что от этой истории нас отделяют века, но лидеры Иерусалима были самыми могущественными и самыми богатыми людьми в стране. Если бы мы с вами оказались сейчас в Иерусалиме, то я показал бы вам дом на одну тысячу квадратных метров с мраморными полами и многочисленными ванными комнатами, шикарный дом на склоне с видом на храмовую гору. Еврейские историки считают, что это был дом одного из религиозных лидеров того времени. Элитная недвижимость, прекрасный дом. И там, где сказано, что они не хотели признавать Иисуса и Его чудеса ради славы человеческой, имеется в виду не только их похвала, но и их образ жизни. Они не собирались ничего говорить, чтобы не рисковать этим. Они знали, что их ждет, потому что люди, выступающие против Иисуса, открыто заявляли им, если вы будете поддерживать Его, то лишитесь своего теплого места. Звучит знакомо? Мы не первые, кто с этим столкнулся. Меня это заинтриговало. В 41 стихе сказано, что Исайя сказал это. А что сказал? Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Он сказал это, потому что я видел славу Иисуса. Если вы не знаете, о каком времени идет речь, то можете кое-что упустить. Читая это, можно подумать, что Исайя жил по соседству с Марией и Иосифом. Исайя жил за 500 лет до Иисуса. Исайя получил откровение об Иисусе за сотни лет до Его рождения, и он поверил в Иисуса. А тут в Иерусалиме люди, которые видели Иисуса и Его чудеса и не собирались верить в Него. У нас есть такое выражение «Увижу и поверю», но это не так. Вы можете увидеть, но решить не верить. Они видели чудеса, но приняли решение не верить. Вера начинается с решения. Вы решаете, быть ли вам верующим и верить ли авторитету Писания. Если вы упрямы, скептичны и циничны, то для вас не хватит доказательства, которые заставили бы вас поверить. Вера — это выбор. Чтобы верить в Бога, требуется смелость и сила. Мы не первое поколение, которому угрожают за веру в Иисуса. Мир не первый раз столкнулся с этим. Это песня стара, как мир. Да, сейчас появились новые формы подачи, новые технологии, но угрозы далеко не новые. Вопрос в том, кем мы будем. Но следование за Иисусом — это задание, связанное с преодолением преград. Это искажение Писания и искажение истины. Считать, что быть последователем Христа означает быть просто верующим и не преодолевать никакие преграды. Иисус сказал, «Если хочешь быть Моим учеником, то нужно ежедневно брать Мой крест». Речь не о ювелирном украшении, которое вы вешаете на шею или цепляете на ухо. Крест был инструментом казни. Откровение 12, глава 11 стих. Я расписал вам значение некоторых фраз, которые мы используем, не раскрывая весь контекст. «Они, последователи Христа, победили его, сатану, кровью агонца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот в чем разница между ними и многими людьми, о которых мы читали в Евангелии от Иоанна. Они держались за определенные вещи, поэтому не могли поднять свой голос за Иисусом. Им нужны были какие-то разрешения, какие-то преимущества, или они хотели, чтобы их включили в какой-то круг общения, и поэтому они не выступали в поддержку Иисуса. А в книге Откровения сказано не только то, как мы можем выжить, но и как мы можем исполнять Божие призвание в последнее время, когда жить будет довольно непросто. Оно начинается с писем к семи церквям, и каждый церкви сам Иисус ставит диагноз. В первой главе Иисус стоит посреди церквей, а вы знаете, что он все еще стоит посреди своих церквей? Тем семи церквям он рассказывает об их слабых и сильных сторонах и о том, что им следует измениться. Каждой из церквей сказано, что они должны побеждать, а в конце книги сказано, кого именно приветствует Царство Божие – победителей. Это наше задание, и оно подразумевает трудности, преграды и препятствия, сопротивления и нежелаемые вещи. Все это подразумевает трудности. Откровение – это сложная книга, но в самой ее середине, в 12 главе, сказано, что верующие на земле побеждают сатану кровью Агнца и словом своим, и они не возлюбили свою жизнь настолько, чтобы уклоняться от смерти. Сила вашей личной истории о Боге неоспорима. Да, я еще многое не знаю о Боге, я еще многое не знаю о Библии, но я могу рассказать вам то, что Он сделал для меня. Можете верить, а можете и нет, но меня вы от этого не отговорите, потому что это моя история. У вас есть своя история о Боге, о том, как Он простил вас, помог вам и спас вас. Нам нужно пользоваться такими историями. Вам нужно озвучивать их. Пусть среди ваших знакомых не будет никого, кто еще не знает вашу историю о Боге. И надеюсь, вы не рассказываете те истории, которым уже по 40 лет. Да, с этого все началось, но надеюсь, что у вас есть что-то с прошлой недели. Мне кажется, что между Откровением 12 главой и событиями в книге Исход есть параллель. Знаете эту историю? Евреи собираются покидать Египет. До этого момента у них не очень получалось. Бог демонстрировал свою силу, но давление на рабов-евреев только усиливалось. И тогда Бог сказал, «Хватит, сегодня мы с этим покончим. Сегодня придет смерть. Каждый первородный мужского рода в Египте умрет, как среди людей, так и среди животных. Единственное исключение — это дома, двери которых будут помазаны кровью ягненка. Если на дверях будет кровь, то смерть пройдет мимо того, что означает слово «пасха». Но если на дверях не будет крови, то первенец умрет. Можете представить, что было бы в нашем округе, если бы сегодня ночью в каждом доме умер первенец? Можете представить себе страх, ужас и плач на улицах до восхода солнца? «Исключением были только те, у кого на дверях была кровь. Возьмите пучок из соп и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за дверь дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дамы ваши для поражения». Разве Бог не мог просто растопить сердце фараона? Может и мог, я не знаю. Но знаю, что Бог требует послушания от своих людей. Думаете, среди евреев были те, кто не хотели сотрудничать с Моисеем? Перед тем, как вы ответите, хочу задать еще вопрос. Все ли сотрудничали с Моисеем после этого? Едва ли. Вы, наверное, думаете, что после Пасхи они были готовы на все, что скажет Моисей, верно? Если бы Моисей сказал «Больше никогда не ешьте шоколад, вы бы сожгли свои запасы шоколада». Думаю, после того, как во всей стране умерли все первенцы, люди слушали Моисея очень внимательно, но не прошло и трех суток, как они снова начали возмущаться. Я вам гарантирую, что не все с ним сотрудничали. Ефесиным, первая глава, «Мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Вот наша история. Мы были избавлены не от египетского рабства, а от рабства греха через кровь Иисуса. Мы не моралисты и не эстеты. Мы ходим в церковь не потому, что нам нравится петь песенки. Иисус изменил нашу жизнь, и Он может изменить и вашу. Вы с Ним знакомы? Тогда они посчитают Меня странным. Они уже так считают. Деяние, пятая глава. Они послушались Его, и, призвав апостола, вбили их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об имени Иисуса Христа. Их побили. На их спинах были раны, но они не собирались останавливаться. Давайте сравним это с Евангелием от Матфея, 28 главой, где описан день воскресения Иисуса. Много драмы у гроба, куда Иосиф и Никодим положили Иисуса. Приход ангелов, отодвигание камня, послание от ангелов и многое другое. Когда же они ушли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Они видели ангелов. Они замерли на месте, как мертвые. Они знали, когда нужно вести себя тихо. Они притворились апостсумами. Они знали, что произошло, потому что они видели отодвинутый камень и ангелов. Они видели это своими глазами. Они объявили первосвященникам о всем бывшем. Иисус, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Это важно, потому что они стерегли человека. Если этот человек исчез, то их должны были казнить за это. Это очень неловкий момент. Им говорят, «Вы рассказываете нашу версию, а мы прикроем вас перед правителем». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сегодня. Тут мы видим два сценария. Петра и Иоанна избили. Они истекали кровью. Им никто не предлагал денег. Им угрожали. Если вы продолжите говорить об этом, то мы доведем до конца то, что начали. Вам ясно? И ученики понимали, что они могут это сделать, потому что эти же люди расправились с Иисусом. Но написано, что они покинули то место с радостью. Слава Богу! Мы достойны страдать за нашего Господа. И день за днем, город за городом, они не переставали рассказывать свою историю о Боге. А за теми стражами стояла Римская империя. Они могли бы сказать всем еврейским лидерам, «Вы хотите подкупить римских солдат? Да как вы смеете!» Но они взяли деньги. Они взяли деньги. Какой разный выбор. Я призываю вас к другому отношению. Всю свою жизнь я провел в церкви. С десяти лет я собирался с христианами в самых странных местах, в церкви, в бальных залах, на пляже. Вся моя жизнь вращается вокруг церкви. Но то, что началось в прошлом году и продолжается сейчас, требует от нас нового отношения. Думаю, об этом хорошо сказано во втором послании Коринфянам, 4 главе. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. До прошлого года проблемой для нас было то, что кто-то сел на наше место. Я имею в виду трудности в контексте нашей веры. Кто-то припарковался на нашем месте, или нам не понравилась какая-то песня в прославлении, или же проповедь опять была слишком длинной. Сейчас другое время. Я говорю об этом не в осуждении. Возможно, все проблемы были вполне уместными для того времени, но сейчас новое время, и оно требует от нас новых реакций, новой ответственности и новой смелости. Но Бог дает нам все, что нам нужно. Он сохранил нас до этого дня, и Он будет помогать нам. Дьявол часто лжет нам о том, что давление, с которым мы столкнулись, уникально. Еще ни у кого не было такой боли, таких трудностей или таких страданий. Даже быстрый взгляд на историю поможет вам понять, что это неправда. В этом нет ничего нового. Попытки запретить людям рассказывать об Иисусе были еще со времен Иисуса, и они продолжаются. И нам с вами нужно решить, хватит ли нам мужества, чтобы стоять за правду, выступать в поддержку Иисуса и рассказывать свою историю об Иисусе. Хочу помолиться о вас, чтобы Бог дал вам свою смелость. Не безрассудство, а свою смелость. Отец, спасибо за Твое слово. Оно приносит нам истину и надежду. Оно меняет нас. Используй наши жизни и наши славы. Пусть они будут угодными тебе. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Мы живем в беспрецедентное время нестабильности. Такого не было еще недавно. Но я верю, что народу Божьему не время бояться. Нам пора проявлять отвагу. Мы сделали сборник молитв. Мы пользуемся ими в нашей церкви. В них мы полагаемся на крест и на то, что он приносит в нашу жизнь. Мы не можем полагаться на политиков. Наше основание в кресте Иисуса Христа. Крест — это не только наша путевка на небеса, чтобы не оказаться в аду. Писание говорит, что через крест нам даровано все для жизни и благочестия. Эти молитвы помогут нам преодолеть страхи и тревоги. Мы не одни в этом мире. Через крест Своего Сына Иисуса Бог сделал все, чтобы о нас позаботиться. Возьмите эти молитвы на вооружение. Молитесь ими каждый день. Через них Бог укрепит вас, вашу семью, ваших друзей, и вы почувствуете разницу. Мы вышлем вам сборник молитв в качестве благодарности за ваше пожертвование от 40 долларов и выше. Используйте эти молитвы, и вы увидите, как сила Божья изменит вашу жизнь. Книга пастора Аллена «Через крест» даст вам хороший старт. В книге вы найдете молитвы на 28 дней. Каждая из них основана на обетованиях, которые принадлежат нам через крест Христа. Эти молитвы укрепят вашу веру в этом меняющемся мире. А также мы вышлем вам в подарок брелок на ключи в виде креста из нержавеющей стали. Он послужит вам ежедневным напоминанием о силе креста. Сделайте заказ через сайт или по телефону, который вы видите на экране. Спасибо вам, что поддерживаете служение пастора Аллена Джексона. Мы изменяем этот мир вместе. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.